Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. У нас к вам есть другое предложение, две комнаты вот в районе Марина Чентра, Ланда 6 в адрес, это рядом ландо 6, вот улица такая, Вия Ланда 6, чьи это комнаты? Вот, две комнаты у меня в районе Марина Чентра, значит, вот это рядом с католической церковью, вот, ну, помните, может, когда вот еще в 2010 году я там ставил колокол, да, на тросы вот это, ну, и они еще оборвались, придавили вот эту бабку Лючиев, Лючиев, помните, да? Ничего я не помню, какой колокол, где? Да, возле вот этого церкви католической бабка Лючиев, она там еще китайский преподавала украинским детям. Я там не живу, извините. Да, я знаю, что вы там не живете, значит, у меня тут квартира, все ворота автоматические, ну, то есть, если какие-то там, значит, у вас там, не знаю, импланты там или чипы, ну, вживлены у вас, то вас может не пустить туда, потому что там на автомате все работает, да. Вы же не прививались, ну, вы же не прививались, правильно, у вас все нормально должно быть, вы же не прививались в 20-м году, правильно? Я вот привился и постоянно, когда прохожу мимо ворот, у меня пикает сигнализация, вот. Это мне, вот, Франческо Педриньи, рыбак местный, знаете? Нет. Ну, как он говорит, вас знает, Тамара, вот, Франческо Педриньи. Ну, рыбак вот этот местный здесь. Какой рыбак? Откуда я его знаю? Франческо Педриньи, рыбак. У него байдарка в порту стоит, синяя. Нет, никого я не знаю. Рыбу продает. Рыбу продает магазин Канад, который вот напротив госпиталя, магазин. Улица Гайме Пинтер. Чего? Гайме Пинтер, улица, знаете? Нет тут рыбы у нас. Да как нет, вот, рыбак вот Франческо Педриньи местный здесь, он рыбу ловит, про вас хорошо отзывался, говорит. Ну, перестанет, он меня вообще не знает, понятия не имеет. Да нет, знает, Тамара, вас тут все знают. В общем, две комнаты. Что одеет? Гайме Пинтер, да. Да, вот, две комнаты за 250 евро в месяц, вот. Тут по соседству арабы живут, иногда шумят, но ничего страшного, вот. Я иногда, ну, бывало там даже, что-то подрался с ними, отшумели, сейчас вроде успокоились, вот. Про какие вы чипы говорили, я не поняла, что за чипы? Да, чипы, вот, вот это вот, ну, коронавирус, вот это, да. Вы же вроде не прививались, то я привился, да, вот это вот. У меня постоянно пикает, чипировали ворота автоматические. Что вас пикает, где? Ну, чипировали, чип против короны сделали, поняли, уколы там. А что у них чипы? Не понял, так этот чип там вставляется и вкалывает, он потом из-за жидкости становится там микроплата или что его там. Что это сказал такое? Ну, это уж, как говорится, так оно делает, чтобы контролировать наше, так скажем, население. Вот я не знал тоже, меня чипировали. Вот, пожалуйста, пикают автоматические ворота, там стоят датчики на металл. А вы вроде в 2000 году так и не прививались, поэтому все будет нормально. Поэтому, ну, я вот хочу вам реально, вот, чтобы беспроблемное жилье было, да. Да, вот, пожалуйста, хотел бы вам предложить за такую небольшую стоимость две комнаты. Откуда вы это все тут знаете? А вы знаете, вот тут есть у нас келья святого Спиридона такая около, это Николай, Сан Никола рядом храм. Сан Никола, вот. Ну, отец Алексей еще в этом, вот в этой, в келье. Отец Алексей, ну, я знаю, я так, знаете, я уж не молодой человек, я вот. Не были вы у него, не знаете? Ну, я был у него, я был у него, я везде здесь. Меня все знают, так-то, Валерий Альбертович меня знают, вот. Да. Ну, это вы еще знаете, вот, как говорится, я знаю вашего мужа также, вот, он владеет электростанцией, мы давно с ним общались тоже. Какого мужа, о чем вы говорите вообще? Да, у вашего бывшего, вот, у него электростанция, вот, карьера Делла Сера. Да. Даже о чем говорить, какая карьера? Делла Сера, карьера. Ну, это у него электростанция, муж ваш. В 2001 году, между прочим, он смог вывести энергобюджет города в плюс, да. Мы недавно с ним общались, тоже там по работе, да, он был. Да с мужем вашим, с кем? Ну, как он зовут? Недавно вот был на энергосаммите, как эксперт с итальянской стороны. Залучи. Залучи. Ну, ваша муж или я что-то путаю? Это ваш муж. Он там сказал, кто мой муж получил, кто сказал? Как ты сказал? Все что-то вас знают же, вот. Кто-то все, не смеетесь надо мной, да? Продолжайте. Мне сейчас некогда, извините. Я не смеюсь, я вам серьезно говорю. Муж ваш, вас, между прочим, все еще любит. Зря вы, конечно, с ним развелись. Но ничего страшного. А вот, значит, по поводу двух комнат, вот, в районе Марина Чентра, улица Ланда-6, вот, рядом с католической церквью, как раз вот, как вы любите. Да, если помните, 2010 год, я там ставил колокол на тросы, да, вот эти вот, ну, подвешивал. А он оторвался и придавил бабку Царства Небесное, Лючия. Ой, не знаю я никого, нет. Царства Небесное. Ну, слушай, по поводу комнат, вы оставьте мне, у вас номер итальянский. У кого номер, у меня? Да. Ну, итальянский, я ж в Италии сейчас. Ну, как вы у нас? У вас показывают номер с Коношута. Я в Италии. Кто? С Коношута. Да нет, чушь какая-то. Что-то у нас... Хочу, что, номер нет, показывает С Коношута номер за это самое. Закрыт. Это что-то у вас там явно, видимо, что... Что вы составляете, что номер-то, итальянский? Так, я, я итальянец, я уже 21 год в Италии, больше 20 лет. Кабасута, да. Санта-Лючия, вот это все мое родное. Я вообще ж тут недалеко живу, если есть желание, прям вот комнаты могу показать. Я в этот... Микроберберс нахожусь. Мне сейчас некогда, простите. Я понимаю, я ж прекрасно понимаю, вы ж меня тоже, простите. Мне не складываются все вещи. Я все понимаю, простите меня за столь позднее беспокойство. Я сам из микроберберс приехал. Не знаю, такое микроберберс. Микроберберс, да. Вот, района Марина, Чентра, улица Вия, Вия, Ланда 6, рядом с католической церковью, по 250 евро в месяц. Вот, пожалуйста, интересует вас... Ну и что в этой квартире живет? Арабы? Не-не, там они по соседству. В квартире нет никого. Они по соседству живут. Я думаю, они вас, да даже уверен, они вас не побеспокоят. Там люди абсолютно адекватные, верующие люди. Я с ними раз как-то... Я вас не знаю, кто вы откололись, кто вам дал мой номер, понимаете? Поэтому как я могу вам тут доверять? Ну, какие-то комнаты-то... Не понял. Что вы рассказываете, говорите нам... Ну, Франческо, Франческо Педрини, знаете рыбаками? Нет, не знаю я никого. Который еще жену себе постоянно ищет, что, не знаете? Может, к вам... Не знает, почему я должна знать? Извините, в город большой, я ни с кем не общаюсь. У него байдарка в порту еще свиняя стоит. Не знаю никого я знаю. Рыбу продают, магазин Канад, знаете, Канад. Ну и что? В этом Канаде никто рыбу не продает у нас. Как-нибудь... Он напротив госпиталя стоит как раз и продает. Я живу здесь, хожу в этот Канад. И кто тут рыбу в Канаде не продает у нас? Ну, Франческо Педрини стоит там. Кто-то, может быть, знает тут где-то рядом, где-то есть какая-то... Часто вас видит Франческо Педрини. Это какой-то... Конечно. Тут, значит, где-то... Есть какая-то частная пескарея, но я не знаю, где он находится. Не знаю. Это где-то тут не на Пинкере, а где-то тут сзади находится, в Волочках. Да, нет. Я слышала, но я не была там ни разу, поэтому никто меня знает. Да, были вы вот... Вас все в церкви знают вот здесь. Какой церкви? Какой церкви? Вы там уже не первый год, и уже сколько вы там лет были. Ну, что дальше? Да, вас все здесь знают прекрасно. Да, нет. Вас все знают прекрасно, поэтому я вас очень... ценю как человека, уважаемого. Я вас не видел, не знаю, кто вы, и откуда вы, кто он дал мне. Я понимаю, прекрасно. Поэтому не могу вам доверять. Извините, Герман очень хочет, чтобы вы... Чтобы вы... Вот для вас, для хорошего человека... Ну, пусть Герман мне позвонит там, и опишет вас, кто вы. Ну, я, Валерий Альбертович Герман, знает меня, друзья мои. Нет, я не знаю, извините, не могу я доверять человеку к телефону. Я понимаю, я вас не прошу. Вот, Герман, напишите, Герман, позвони Тамаре. Я вам просто предложение такое. Он мне, когда ему надо было, посылал и сообщение недавно. Поэтому вы ему напишите, что Герман... Да, я с ним общался сегодня, он мне спрашивает... А вы не знаете, наверное, никакого Германа, да? Я с ним сегодня общался, она говорит, что там насчет Тамары, что же она... Я говорю, да, все времени не было. Ну, и где Герман находится сегодня, где он? В смысле, где он? А я откуда знаю, я же не спрашивал. В каком городе он живет? Он позвонил мне, позвонил сегодня, спросил меня, что там насчет Тамары. Там, что, получилось у вас договориться? Я ему объясняю, что вот у меня с квартирой проблема. Вот, объяснил ту ситуацию вот с унитазом, что там обратка идет. Хватит мне на эту тему говорить. Если вы хотите продолжать, я закрываю телефон. Ладно, ладно, прошу прощения, с тема неприятная, сам понимаю. Разговаривайте с кем-нибудь другим. Микробарбарс приехала... Здесь столько вон, чипированных есть, которым поставили кучу вакцин, которые стоят за вакцины горой, и ставят себе кюр-коды на голове и везде, где можно. А не, боже упаси. Вот мы не разговариваемся на эту тему. Нет, вы же нормальный человек, вы же не чипированы. Вы в 2000 году тогда отказались, я помню. Да кого ты помнишь, ты меня не знаешь. Что ты говоришь? Я все помню, Тамара. Я прекрасно это все помню. Какой ты помнишь? Ты меня даже не знаешь. Я знаю вас. Я знаю вас очень давно. Ну как, лично не общались? Как я выгляжу, сколько мне лет? Мы с вами, как вы выглядите, мы с вами в одном хоре пели. Ага, конечно. Только чуть я вас не знаю. Как вы выглядите? Вы красивая женщина, очень прекрасная. Мне еще, значит, ваш муж бывший рассказывал про ваш. Ну, который вот владелец электростанции. Ну, как говорится, бизнесмены, они все такие. Да. В общем, вы мой номер где-то выудили у этих, наверное. У этих, у церковных там, у кого-то, да? Вам дал. Нет, мне номер Герман дал. Герман дал. Да. Ну ладно, я больше не могу говорить. Так, а когда мы с вами встретимся? Простите, я не могу включать. Когда мы встретимся? Отвлекаться. Чтобы я вам показал комнаты. Это, знаете, оставьте номер итальянский. И я вам позвоню. У вашего номера у меня вообще нет. Я тогда с клироса упал. Я помню, как сейчас. Оттуда невозможно упать. Я упал. Что, вы ходили по парапету, что ли? Парапет ходил и упал с клироса. Он там невысокий. Как ты ходил и упал с клироса? Ну как, по лестнице? Кто это? Кто это, по парапету? По лестнице, там лестница вот эта. Похоже, по склиросу. У нас даже дети не падают оттуда. Ну, я подскользнулся, ногу подвихнул, с клироса упал. Куда ты подвихнул, когда там невозможно. Да, у меня все возможно. Поднимается наверх, где-то упадешь там. Ну, я упал с клироса. Вот тогда. Вы меня, наверное, уже не помните, как я падал. Но вы были там. Да чего такое? Что вы говорите вообще? Я такого вообще не помню даже. Там, знаете, еще сухачина был. Сухачина, батюшка. Какой сухачина? Фух, хватит. Все, я не знаю. Вот, так что там насчет этого самого? Мы с вами когда встретимся-то? Нет, не знаю. Я сейчас мне не как бы давайте. А сейчас понятно время уже нет. Если я ничего не найду, никуда не перееду, то потом созвонимся. Я вам просто говорю, вот Герман будет очень рад. Да я тоже такому хорошему человеку. Герман будет очень часто врет. Марина. Марина. Чентра. Вот. Виа Ландра. Шесть. Вот, посмотрите. Рядом. Ну ладно, я посмотрю в интернете. Да, с каталюшкой церкви. Все тогда. Давайте отключаемся. Я там колокол еще в 2010 году на этой церкви ставлю. Спасибо вам большое. Троссы оборвались, и бабку придавила. Бабку придавила. Вообще колокол и бабку. Некогда мне, извините меня разговаривать. Очень жаль. Когда приехать? За вами отвезти вас комнаты показать. Вы дома сейчас? Никого я сейчас не поеду никуда. Извините, я собираю вещи. Извините, я не знаю больше времени. А куда вещи собирать? Ко мне? Я собираю вещи, чтобы мне освобождать квартиру. А, ну вот, ко мне туда переезжать. Я вам побыл привезти. Не знаю я, никуда не переезжаю пока. Комнатки по 250 евро. Извините меня, когда говорите. Я отключаюсь. Всего хорошего. Если что-то занесло на следующей неделе. Я подъеду сейчас, да. До свидания. Сейчас я подъеду с Германом. Куда вы подъедете? Да к вам подъеду. За вами. Куда к нам? Ну вы же дома, правильно, там. Куда к кому вы подъедете? Так к вам, Тамара, к кому же. Куда вы ко мне подъедете? Где вы меня найдете? Ой, Господи, я вот не понимаю. Вы вот православная женщина, да. Вот ведете себя странным образом. Вы что, знаете, где я живу? Конечно, я знаю. Где я живу? Господи, да я же вам уже рассказывал. Вы недалеко вот здесь. Я же приезжал, возле вашего дома уже был. Да. Да. Вот. Так, Солучи, он же тоже мой друг. Ну, я его тоже уважаю. Ну, слушайте, хватит, а. Всего хорошего, извините. Я отключаюсь, простите, я должна уходить. Я сейчас, вы верующий человек, не надо так себя вести. Это уж не по церковному. Все, все, извините, мне некогда, понимаете. Мне надо заниматься тут работой. Марин Чентра, улица Ландра, 6. Ладно, я подумаю, спасибо вам большое. Я подъеду? Куда вы поедете? К вам, к вам, за вами, чтобы показать вам. Я не нахожусь в Римине. Всего вам хорошего. А где вы? Я вас видел. Не важно где. Сегодня. Сегодня нет меня здесь. А где же вы? Я вас сегодня видел. Пока зачем вам голосом говорить, где я нахожусь? Я знаю, где вы. Франческо Педрини тоже вас видел, рыбак. Сегодня. Тут Франческо, я не знаю никакого Франческо. Педрини. Ну, ладно, все, спасибо. Я сейчас отключаюсь. Всего хорошего пока, ладно? Я подъеду, ладно. Мусороза. Да, 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 да. Субтитры сделал DimaTorzok